Привет! Меня зовут Кристина. Я живу в городе Тюмень. Кристина очень яркая. Прямо то, что мне нравится. Ты беременна? Да. В новом выпуске «Мама в 16». Ты говорил, я найду работу, у нас все будет хорошо. Он не готов к семье лежать. Поиски работы бессмысленные. Музыка для меня это главное. Саш, вот у тебя то же самое с Катей было. Это кто? Кать, привет. Я хочу, чтобы он был со мной опять. Я же беременна. Ну и что? Не звони и не пиши больше. Саша, ты что? Я верю в то, что Саша не настолько идиот, чтобы семью ради какой-то девочки. «Мама в 16». Новый сезон. В среду в 19.30. На Ю. Весь контент Ю теперь выходит на канале «Мама в 16». Поддержите нас. Подпишитесь на этот канал. Поставьте лайк этому видео. И оставьте комментарий. Спасибо. Вы лучшие. Дети цветы жизни. Мы будем ответить на любой вопрос ребенка. Ярослава выдаст качественные удобрения и спрячет грабли, чтобы на них больше не наступали. Вырастим детей вместе. Самая полезная семейная реалити. Няня особого назначения. По правилам проекта «Шесть дней» Ярослава Рындина работает с семьей. Первый день няня Ярослава знакомится с семьей. Во второй день наблюдает за происходящим и составляет план действий. А в третий день устанавливает новые правила и делит обязанности. А что же в четвертый и пятый дни? Самое главное – изменятся ли наши герои? Получится ли у них выдержать эксперимент и спасти самое дорогое? Мы начинаем. Смотрите прямо сейчас. Это Нижний Новгород. Именно здесь живет семья Игнатьевых. Ирина Игнатьева, 29 лет. Мать четырех детей. По образованию реставратор-строитель. Год находится в декрете с младшим ребенком. Увлекается маникюром. В моей семье бардак полный. Я с четырьмя детьми. На мне сейчас все. Весь дом, дети, маленький ребенок, который не дает заниматься остальными. Девочки дерутся. Я не знаю, как с этим справляться. Неси пижаму. А где папа уже? Папа работает. Все, спать ложимся. Все ложимся спать. Вы что, глухие? Отец Дмитрий Игнатьев. 33 года. Занимается грузоперевозками. Доставляет продукты в соседние города. Часто бывает в длительных командировках. Мы не можем иногда справиться с детьми, с их поведением. С Ириной у нас взгляды разные на воспитание. Сложнее всего с Олесей. Переходный возраст. У нее в одно ухо вылетело, в другое вылетело. Старшая дочь Олеся. 13 лет. Учится в седьмом классе. Раньше увлекалась рисованием и танцами, но с началом переходного возраста все забросило. Олеся – падчерица Дмитрия. Он воспитывает ее 10 лет, но официально не усыновил. С родным отцом Олеся не общается. Его зовут Артем. Когда девочка родилась, Ирине и Артему было по 16 лет. Они не были женаты и расстались, когда ребенку было меньше года. Хватит! Бойся! Все! Никаких вам огручек. Нельзя! Что от нее? Взрослости, помощи. Олеся такое чувство, что нравится делать хуже. Злить их. Нет, уходи! Хватит! Ты что, не можешь спокойно сидеть, их не трогать? Ты что делаешь-то? Воря, спи! Куда ты пошла? Куда ты пошла? Прям вот всыпала бы разок как? Вот так же, как им? То же самое надо делать? Мне очень больно, когда дети начинают драться между собой. Это и не только боль, это еще огромный страх, что кто-то обо что-то ударится, а кому-то что-то слишком сильно стукнет, потому что иногда видно, что их злость, она переходит любые границы. Средняя дочь Дарья, 6 лет. Ходит в детский сад, занимается плаванием, ездит на соревнования. Хватит! Да что это такое? Что это такое? Вот сюда! Вот, вот так! Мне хочется, чтобы мама мне больше уделяла внимания, и поэтому я иногда дерусь с Соней. Софья, 5 лет. Ходит в детский сад, занимается танцами. Что ты хочешь? На площадку. На площадку? Сейчас покушаем, пойдем на площадку, пообедаем, и будет площадка. Зачем мне кофту? Ты мне сейчас оторвешь. Я говорю, тихо! 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 Она добивается внимания своим вот плохим поведением. Просто вот, мы просто орем. Это очень сильно раздражает. Младшая дочка Варвара родилась 6 месяцев назад. Я хочу покажется! Смотрите, вообще, уже варю плачет. Это подзор. У моих девчушек есть три режима работы. Это чайки, ангелочки и окуни. Ангелочки это когда мы такие хорошие-хорошие, послушные-послушные. Чайки это когда мы кричим, мы что-то свое не получили. Режим рыбы я пытаюсь сказать, давай вот это сделаем. Либо что ты хочешь, что у тебя случилось. Мы просто надулись и молчим. И то есть, я даже не знаю, какой вот из режимов рыба или чайка раздражают меня больше. Потому что девочки дерутся так часто, как, например, идет реклама, когда ты фильм смотришь. В моей жизни происходит, наверное, настоящий крах, настоящая беда. Я очень нуждаюсь в советах, как же из этого выйти. Супруге Игнатьевы в браке 10 лет, но месяц назад решили расстаться. И неделю назад подали на развод. Дмитрий сейчас живет с другой женщиной, с которой планируют создать семью в будущем. Дети еще не знают о том, что родители разводятся. Когда семья обратилась в проект, окончательное решение о расторжении брака принято не было. Поэтому съемочная группа и ведущие о разводе тоже ничего не знают. Я психологов как бы с одной стороны верю, а с другой нет. Я Ильин сразу сказал свое недовольствие изначально. Вот. Но так как с ней спорить без толку, я просто с этим смирился. Впереди развод. Я останусь одна. Мне очень страшно. Я очень нуждаюсь в помощи, в поддержке. Я осталась одна с четырьмя детьми. И это полный крах. Я не знаю, что дальше с этим делать. Вся эта ситуация начинает быть опасной для всех нас. Ты чего? нет. Нет. ***. Нет. Успокойся. Нет. Ну-ка. Ты чего надо? Няня, помоги. У меня есть девушка. Я считаю, что она заслуживает самого лучшего. Он дарит ей дорогие подарки. Все эти подарки оплачиваем мы с мужем. Совершенно не знаем, что делать. В новом выпуске «Чады из ада». Здрасте, здрасте. Привет. Наушная полы мышь. Нет, зачем работать. Что вообще за работа для них? Чтобы я сюда свою девушку привез. Я бы сразу бросил. Она что, с тобой только из-за денег? Мне без разницы, что они думают. Почему ты себя нормально не можешь вести? Деньги решают все. Ты кто без денег любить не будет. Я бы очень хотел с ним дальше продолжить общение. Парень-то на самом деле неплохой. Им даже не нужны мои деньги. «Чады из ада». Новый сезон. В четверг в 19.30. На Ю. Няня Ярослава услышала крик отчаяния Ирины и приехала в Нижний Новгород, чтобы помочь семье Игнатьевых прекратить бесконечные конфликты и скандалы в их доме. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы вас так ждали. Вот это приветственный крик. Спасибо. Такой добрый, теплый человечек. Это просто какое-то уже чудо. Это комната детей. Привет, девчонки. Здравствуйте. Меня зовут Ярослава. Меня Даша. Даша. Олеся. Ну, приятно познакомиться. Когда я увидела няню, я подумала, что она хорошая и добрая. В тесноте, да не в обиде. Да? Живете. Даша, ты где спишь? Даша выше всех. Олеся, а у тебя? Вот, я стою здесь. Сонечка, а ты где спишь? Тут. У Сони Королевская кровать, все игрушки там лежат. Часто дерутся из-за игрушек? Они им не нужны, по сути. Вот просто не нужны. Их бы собрать, да отдать. Ир, а ваша комната где? Нашу комнату сейчас покажу. Олеся, возьми, пожалуйста. Пожалуйста. Возьми. Спасибо. Здесь спитваря, здесь я. А вообще у девочек есть какой-то режим, расписание? Ну, скорее нет, чем да. А почему? Ну, мы привыкли жить свободно. Там нам надо рано встать, значит, мы постараемся лечь вовремя. Вы, наверное, противница режима. Да. Ребенок, наверное, которого заставляли по режиму жить. Да. О, все, вижу. Аж раскраснелись. То есть это такой ваш детский бунт. А я вот не буду. Я вот взрослая и не буду жить по режиму. Ну, нет. И детям моим можно. Да. Поняла. Ну, мы с вами тоже этот вопрос обсудим, потому что все-таки действительно режим может быть не жестким, но он важен. Ну что, покажете кухню? Да, конечно. Вот кухня наша. А теперь бы я с вами поговорила лично. Пойдете в комнату пока, девочки? Да. Тот разговор, чувствую, серьезный. Да, есть один такой нюанс. Дело в том, что у нас недавно ушел папа. Ушел в каком смысле? Жить совсем другой женщине. Узнала я об этом совершенно случайно. Дима уснул с включенным телефоном, с фильмом. Ну, и нашла я в этом телефоне очень содержательные диалоги, очень интересные. Конечно, я сначала была в ярости. То есть вот он идет типа на работу, а я знаю, что потом она его там где-то ждет. И все. И пришло к тому, что он в этот день даже не пришел, а пришел на следующие завещания. Вы еще с детьми про это не говорили. Просто он для них на работе, и я не знаю, сколько времени. Он не может жить в жизни. А давно это? Месяц. Переживаете за то, как они отреагируют, да? Я переживаю, как девочки маленькие отреагируют. Няня пообещала Ирине помочь подготовить девочек к этой новости и провести сам разговор. Но в этом должен будет участвовать Дмитрий. Дмитрий! Дмитрий! Отдай! Квачит! У нас гости! Можешь себя потише вести. Никому эта резинка не доста... Отдай! Это что такое? Ну-ка, тихо! Зачем ты это у нее забрала? Все тихо! Ну, мы с вами еще научимся делить игрушки и вещи. А сейчас предлагаю, чтобы все выдохнули, заняться гораздо более интересным делом. Пойдемте порисуем. Да! Все вместе! В день знакомства няня проводит традиционный рисуночный тест. Каждый ребенок и взрослый изображает семью такой, какой он ее видит и чувствует. Мне просто нравится то, что у меня все черное. Слушайте, ну, это, знаете, ваше заблуждение такое. У нас был по этому поводу вопрос в садике уже. Она как-то нарисовала меня, что ли, прям черное-черное. Сразу к воспитателю. Что такое? Что случилось? Это называется бытовая психология, Ир. Есть бытовая, есть научная. Ну, понятно. Бытовая психология вас заставляет думать, что черное – это что-то плохое. А научный психолог вам всегда скажет, что дети выбирают самое заметное. И дети рисуют черным не потому, что это какой-то траурный цвет, а потому, что это очень яркий цвет. На белом листе это самый яркий, который только можно придумать цвет. Спасибо большое. Давайте посмотрим, что объединяет все эти рисунки. Вопрос. Друзья мои, никто не рисует папу. Я забыла. Забыла. Ну, так бывает, действительно. А у меня места не хватило. Олесь, а ты почему не рисуешь? Ну, просто не нарисовала, потому что чаще всего мы с мамой проводим все вместе время. С мамой как-то отношения… Лучше, намного. А, ты прям говоришь «на много». Не очень хорошие отношения, да, с папой? А расскажешь, Олесь, что происходит? Почему отношения такие? Сильно ругались очень. До того, что она позвонит и сначала спросит. А папа дома? То есть, чтобы домой пойти? А-а-а. Даже так домой не хотела идти? Предполагаю, Ира, вам непросто смотреть на эту картину. Грустно, хоть бы кто-то нарисовал хотя бы одна, ну, просто, что вот он, в принципе, просто ей. Но, с другой стороны, вы ведь тоже его не рисуете. Но, похоже, мы с вами сразу же, сходу, благодаря этому рисуночному тесту, набрели на самую неприятную тему. Да? Ну, и я правда верю, что девчонки, Соня с Дашей, они, ну, действительно, как любые дети, просто в моменте отразили то, что чувствуют. А, Олесь, ты прям целенаправленно не рисовала. Прости, что мы так задели твои чувства. Надеюсь, что у нас получится это исправить. Если мы посмотрим на рисунок Олеси, обычно, когда рисуется семья, рисуются мама и папа, и между ними детки. А здесь как будто Олеся встает тоже на позицию родителя. Вообще, да, потому что я больше всех помогаю маме. Олеся, конечно, находится в непростой ситуации. Я вижу, что она искренне маму поддерживает. А с другой стороны, вот то ее детство, которое сейчас проходит, может затем вылезти в абсолютно неожиданном месте. Олеся может столкнуться с таким желанием, знаете, гулять, спорить, сопротивляться, ну, и быть вообще ребенком, тогда, когда этому уже будет не место и не время. Обращаю внимание, что на вашем рисунке у всех закрыты глаза. Это интересный феномен, когда глаза закрыты и не прорисованы. Обычно психологи делают вывод, ну, и я, в общем-то, присоединяюсь с коллегами, что видеть то, что происходит вокруг, не очень хочется и не очень приятно. Да. Это у нас Сонечкин рисунок. Мама самая у нас большая. У мамы ноги, смотрите, какие большие. Вот это опора. Точно чувствуется, что ребенок в маме опору ощущает. Между вами с Дашей и Олеся. Это похоже то, как обычное бывает. Вы что-нибудь с Дашей делите, ругаетесь, а Олеся между вами. Пытается вас успокоить, да? Да. Завершающий рисунок. Дашин. Мы видим, что мама главный человек и главная фигура на рисунках детей. У всех вы самая большая. А сейчас я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы так здорово потрудились и показали, какая ваша семья оказывается яркая. Я приду завтра и проведу с семьей весь день. Буду наблюдать. А на сегодня все. До свидания. До свидания. Приятно было с вами познакомиться. И с вами очень. Няня Ярослава уходит из дома Игнатьевых. Она уже сделала первые выводы после знакомства. На первый взгляд, это самая обычная семья со стандартными проблемами многодетных семей. Дети ссорятся из-за игрушек, старший ребенок берет на себя ответственность за то, чтобы всех помирить. Но главная боль этой семьи все-таки в теме отца. Видно, что Ирина испытывает большое количество негативных переживаний по отношению к Дмитрию. И это не может не сказываться на общей атмосфере в доме. Надеюсь, что я смогу познакомиться с Дмитрием и узнать, каков его настрой в отношении участия в жизни его детей. Ну и, конечно, родителям придется сказать детям о том, что они разводятся. Несмотря на то, что это будет нелегко. Насколько часто вы изменяли? Да об этом я узнаю уже 6 лет спустя после развода. А о чем? О твоих бабах там каких-то. В новом выпуске «Бывшие 2.0». Наталья и Валерия развелись довольно давно, но до сих пор не отсоединились. Мы оба запутались и хотелось бы разобраться. Вы хотите наладить отношения? Если вы хотите изменить свою жизнь, идете и меняете. Что-то совместно сделать по дому. Для меня это мечта. Главное тут сделать первый шаг, а улыбка тебе идет. Вот это нравится, я за это тебя люблю. Какое решение мы принимаем, как дальше мы будем жить? День наблюдения покажет няне Ярославе, с какими проблемами сталкивается семья Игнатьевых из Нижнего Новгорода. Доброе утро. Здравствуйте. Я сегодня весь день буду наблюдать за тем, как вы живете. Поэтому ведите себя, пожалуйста, естественно. Так, как будто меня здесь вообще нет. Девочки, просыпаемся. Сейчас будем завтракать. Сложно встать. А во сколько легли вчера девчонки? Поздненько. Ну, понятно. В общем, как вы и говорили, полная свобода. Да. Вставай. Че устрою? Уже в телефоне. Убирай телефон. Вот это кайф. Валяться, в телефон смотреть. Хорошо. Мы в самом утро в телефоне. Даша проснулась и сразу схватилась за телефон. Очевидно, она вместе с ним и уснула. А это, как известно и уже доказано, перевозбуждает детей. И точно не помогает им выспаться, успокоиться и отдохнуть. Девочки, давайте быстрее. Вставай, надоело уже. А ты мне надоело. Вставай. Я хочу. Нет слова не хочу. Есть слово надо. Мам. Зойка. Ну, что ты нервничаешь как? Соня почему плачет? У меня вопрос к вам. Просто встала, заныла с плохим настроением. Просто, просто заныла. Че вы ей сделали? Ничего, она встала. Она не будет рыдать просто так. Мы только дрались с этой *** вещей. Быстро собрались есть кашу. Утро, девчонок, это яркий пример того, как выглядит вседозволенность, которую многие родители называют ошибочно свободой. Которая уводит детей от их траектории нормального развития. Она мешает детям высыпаться, концентрироваться, спокойно разговаривать друг с другом. Все, не надо, ну, хватит, не надо. Ну, все, все. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, так вот мы кушаем. Угу. Я наелась. Ну, все. Так всегда? Почти, да. То есть привычки такой нет? Или они отказываются? Не знаю, мне кажется, еще не готовы они. Дети в возрасте 5, 6, 7 лет уже абсолютно спокойно могут приносить тарелки, раскладывать приборы. Я знаю, что многие родители в этом месте вообще в обморок падают, когда слышат, что дети там в 6 и в 7 лет уже справляются с ножом и могут сделать, ну, какое-то угощение, которое понравится всей семье. Не сомневайтесь в своих детях, привлекайте их к домашним обязанностям. На ручки тебя возьму, полюбить тебя. Ой, не. Ну, что значит уйди? Стоп. Вы ее обидели сегодня, она расстроена. Не пожалеть надо. Моя мама. Ты что не поможешь-то? Как гулять гораздо, а помочь мне так сложно? Моя мама. Это не моя обязанность. Ты моя мама. Моя мама. Моя. Моя. Ну, что с вами? Я переживаю, что вот я такая плохая получается, так же нельзя, можно не кричать. Что я ору, как пес какой-то злой. От бессилия. И вот я тут страшного, вы ничего не делаете с вашими детями. Ну, я считаю, что это прям вот недопустимо. Просто нужно научиться договариваться. Будем пробовать. Я хочу быть по-настоящему хорошей мамой для них. Чтобы они были счастливыми, любимыми. Дарья, ты собралась? Да. Все, собираемся гулять. Олеся, запускаешь машину стиральную. Достаешь окорока из морозилки. Разговаривать со мной нормально? Можешь на меня посмотреть, когда со мной разговариваешь. А не в телефон. Я сейчас заберу и пойду с ним гулять. С твоим телефоном. Ты да улыбаешься. Не забуду, все пошла делать. Все. Поехали через дорогу. Титя кормить. Через дорогу. Давайте птенчика покормим. Не задирай мне платье. Ну ты что делаешь? Ну так нельзя, ты чего? Через дорогу. Ты обалдела, что ли? Нельзя так делать. Через дорогу. Нет, нет. А ты себя так ведешь, точно мы не пойдем, куда ты хочешь. Отпускай меня. Отпускай. Ну и все, наигралась, значит. Оставь мое платье. Платье мое. Кстати, ты зачем мне его рвешь? Ты мне зачем рвешь платье? Иди катайся. Ты тратишь время просто так. Ничего не поменяется. Вот здесь сейчас покатаетесь 10 минут и домой. Никто никуда не идет теперь. Спасибо, Даша. Поехали мы. А я не поняла. Ты что-то сделала? Нет, ну я думала, хотя бы вас час-нибудь, минут 20 прогуляли. Ну и что ты сделать? Три секунды. Нажать две кнопки, достать один пакет из морозилки. Три секунды. Ты что все это время делала? Ты в телефоне сидела? Уже не надо мне ничего делать. Все, вот сиди теперь с ними, я пошла все сама делать. Ну а почему я должна с ним сидеть? Потому что я так сказала. Расклад очень предсказуемый. Мама давит, Олеся сопротивляется. Конечно, она ничего не сделала. И будет продолжать сопротивляться и лениться до тех пор, пока мама будет продолжать давить, говорить, потому что я так сказала. Во второй половине дня няня Ярослава подготовила для семьи сюрприз. Она пригласила дизайнера интерьера. Специалист поможет обустроить детскую комнату так, чтобы у Олеси было личное пространство и возможность побыть наедине с собой. А также, чтобы помочь всем девочкам организовать упорядоченное и удобное хранение вещей и игрушек. Завтра дизайнер вернется с готовым решением. Я вижу, что Олесе, конечно, нелегко рядом со своими сёстрами. И не потому, что она их не любит, а просто потому, что она, как и любой подросток, и так обладает взрывным, импульсивным характером. И ей просто необходимо иногда оставаться наедине с собой для того, чтобы успокаивать свою нервную систему. И все в телефонах опять. Давайте собираемся спать. Нет, хочу гулять! Гулять мы будем завтра. Вы что, окна меня? Вот смотри-то, все. А собираться спать кто будет? Хватит орать уже! Не надо смотреть на меня, надо делать! Хватит орать! Надо делать! Вы надоели уже орать! Если на вас не орать, вы что тут? Все, хватит! Я пошла к Маше! Так, гулять! Я достаточно увидела, чтобы сделать выводы. И завтра я вернусь с новыми правилами. Я все равно пойду. Так, подожди, пожалуйста, Олесь. Ира, давайте вы уложите Варю спать, девчонок, а я Олешу возьму на себя. Вообще мы с такой историей уже сталкивались. До этого момента думала, что я это пресекла. Ругала ее. Что, в принципе, такого быть не должно. В голове даже таких мыслей быть не должно. Уйти из дома. В таких ситуациях ошибкой будет попытка уговорить ребенка не испытывать тех чувств, которые он испытывает. И как-то доказать ребенку, что на самом деле ничего страшного сейчас не происходит. Это не подействует, потому что ребенок находится практически в состоянии аффекта. Наоборот, здесь нужен такой спокойный, но сильный контакт глазами, контакт рукой. И разговор с ребенком о том, что же его так допекло, что он хочет прямо сейчас оставить семью и пойти куда угодно. Софа из второго сезона «Беременна в 16». Ты, правда, сильно изменилась. Я до сих пор восстанавливаюсь от разрыва с Гришей. Что касательно отца ребенка? В выпуске, на самом деле, по лайтовому все показали максимально. Он псих. Его легкая шизофрения. Одна полоска, один ребенок, две полоски, два ребенка. Не смешно же это совершенно. Это же касается моего ребенка. Ну вот куда ты сейчас пойдешь на ночь? К подруге. Думаешь, так проблема решится? Ну, может быть, на сегодня только она решится. Но тебе же все равно возвращаться сюда каждый день. Давай мы с тобой попробуем действительно научиться жить в семье и договариваться друг с другом. Я, правда, помогу тебе, маме, сестрам научиться говорить спокойно. Пожалуйста, попробуешь мне поверить. Ну, спасибо тебе за доверие. Тебя можно обнять. День наблюдения окончен. Няня Ярослава готова озвучить его итог. Сегодня в течение дня мы наблюдали попустительский стиль воспитания Ирины. Но попустительство не означает равнодушие. Ей точно не все равно на детей. Как раз наоборот. Она боится ранить детей отказом. Разрешает им все подряд. Затем взрывается и запрещает все, что разрешила до этого. Все это влияет на атмосферу в доме. И неудивительно, что Олеся не выдерживает этот эмоциональный груст на своих плечах и хочет сбежать. Честно, ситуация очень тяжелая. Но я, конечно, не сомневаюсь в том, что мы сможем с этим справиться. После дня наблюдения няня составила новые правила и готова объявить их семье. Утром Дмитрий сообщил, что приедет навестить дочерей и познакомиться с няней Ярославой. Отец приехал рано утром. Няни и съемочной группы в квартире еще не было. Внезапно Олеся почувствовала себя плохо. Девочка упала в обморок, и родители вызвали скорую. Съемочная группа зашла к Игнатьевым вместе с врачами. Врачи приняли решение о госпитализации. Олесе сделали укол. Спустя полчаса ей стало немного лучше. И она смогла одеться и дойти до машины скорой помощи. Она знала, что в этот день придет папа. Она переживала по этому поводу. Я, наверное, не перестану думать, что это одна из причин того, что случилось. Потому что у них такие отношения, что она его боится. К моменту прихода няни, Олесю уже увезли в больницу. Ирина уехала вместе с ней и забрала с собой Варю. Врачи скорой помощи диагноз Олесе не поставили. Дим, ну расскажите, пожалуйста, что с Олесей-то происходит? Ну я так думаю, что это воспитание Иры дает. Знаете, Ира ее воспитывает вседозволенностью. У меня нет у кого. Олес спустил ее в учебу полностью. Раньше контролировал более-менее. Иногда нормально. Но из-за этого мы ругались очень часто. Ну иногда захожу все равно в электронный дневник. Вот майские праздники были. Они учились три дня. За эти три дня у нее шесть двоек. Он не родной ее отец, но он очень вовлечен в ее жизнь, в ее обучение, в ее поведение. Это дорогого стоит. И ему, наверное, стоит лишь поменять стиль общения с ней. То, что вы сейчас говорите, лично для меня свидетельство того, что вы очень неравнодушный папа. Детей не брошу, дети мои. Я их не оставлю. Ну вот сейчас, понимая, насколько вы вовлечены, и насколько вам правда не все равно, и вы хотите участвовать в жизни детей, нам нужно будет обсудить, в том числе и с вами, и с Ирой совместно, как вам рассказать детям о том, что происходит на самом деле. Потому что говорить о том, что вы просто в рейсе, не выход. Я не против, я только за. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, Ирочка. Как Олеся? Ну ее оставили в больнице обследовать, но она долго еще. Олесю оставили в больнице для комплексного медицинского обследования. Сколько времени займет обследование, Ирине не сказали. Нам нужно с вами подготовить разговор, в котором вы сообщите детям, что вы расходитесь. Да, мама с папой больше не муж и жена. Очень важно, чтобы вы вдвоем этот разговор провели. Нельзя, чтобы это был один человек. Вы как мужчина и женщина, конечно, можете разойтись, а как родители вы уже в одной связке навсегда. Да. Можете ли вы, например, Дим, сейчас на Иру посмотреть и сказать, Ир, я очень хочу, чтобы у наших детей все было хорошо. Могу. Не хочешь. Ир, это ваша претензия к нему как к мужчине сейчас, не как к родителю. Вот если бы ты хотел, чтобы было хорошо, ты бы делал то-то и то-то и то-то, да? Она прямо при мне им сказала, мы тебе не нужны. Ирина говорит, мы тебе не нужны. И за этим словом мы на самом деле скрывается слово я. Потому что очевидно, что к детям Дима расположен со всей душой. Ирине больно от того, что он может сделать выбор в пользу другой жизни, что он может оставить ее. Поэтому ей хочется уколоть его и сказать, мы тебе не нужны. Хотя на самом деле, конечно, она говорит про себя. Но дети-то не виноваты. Дети-то любят одинаково и вас, и папу. Если мы будем создавать такую картину, в которой папа плохой, они будут чувствовать себя виноватыми перед вами, что они хотят к папе, и виноватыми перед папой, что они хотят к вам. Вы говорите, Дима, я по-прежнему ваш папа. И я по-прежнему вас очень люблю. Ир, вы говорите, соответственно, что я по-прежнему ваша мама. И я по-прежнему вас очень люблю. Далее, очень важная фраза. Важно сказать детям, что они ни в чем не виноваты. Дети дошкольного возраста эгоцентрики. Они рождаются и считают, что все, что происходит в этом мире, это все происходит либо благодаря им, либо из-за них. Ну, просто устроена так детская психика. Поэтому важно, чтобы родители сняли этот груз ответственности и сказали, вы у нас замечательные, самые лучшие. Вы ни в чем не виноваты. Это мы не смогли договориться друг с другом. Далее. Безусловно, очень важный вопрос. Это режим посещения и того, как будет устроена сейчас жизнь. Я, может быть, приеду, может быть, не приеду. Может быть, вот один день, может быть, два дня. Я в каждый выходной приезжаю к детям. Когда ты изволишь, когда тебе захочется. Что значит? А не в конкретное время. Что значит, когда я изволю? Мне гораздо удобнее, когда мы тебя ждем. Вот дети знают, что папа приедет в субботу, там, в два часа дня. Ира. И будут гулять с вами до стольких часов, а не так, что я вот могу так. Ой, и ты мне копаешь вот на мозг постоянно, что... Ира, попробуйте сейчас дослушать Диму. У меня тоже планы. Я не могу постоянно подстраиваться под твое хочу и мне надо. Не хочу, а просто в одно и то же время все. Расписание, по которому вы будете видеться, мы говорим отдельно. То есть, допустим... Мама, а где твой старый телефон? Не знаю. Планы всегда могут меняться, видите? А где мой хотя бы? Девочки могут обойтись без Димы. Я так привыкла, я так выросла. Ну и они смогут. Ну я вот такого мнения, что они переживут без Димы. Что он нафиг не нужен, по сути. Дай! 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 Тихо, тихо, тихо! Разошлись все! Не кричи на детей. А ты-то чего? А ты чего? Чего на них орешь-то? Иди сюда ко мне, Сонечка. А это чьи вообще, Мишка? Мой. А есть такие игрушки, в которых непонятно, чьи они? Да, есть. Вот для того, чтобы таких конфликтов было меньше, важно игрушки пометить разными цветами. У меня есть такие специальные ленты. Игрушки Сони будут какого цвета, Соня? Оранжевые. А игрушки Даши? Зеленого. Зеленого! Видишь, на медведе оранжевый кружочек, это значит, что? Чья игрушка? Соня. Соня. И значит, что нужно сделать? Попросить. Попросить. Из-за случившегося с Олесей многое в этот день пошло не по плану. И семья до сих пор не получила новые правила от няни. Но теперь Ярослава готова рассказать о них. Итак, мы собрались с вами для того, чтобы обсудить новые правила, по которым вы будете жить с этого дня. Итак, первое правило. Мы не кричим, а говорим спокойно. Для того, чтобы вы могли говорить друг с другом спокойно, необходимо учиться брать тайм-аут. Это значит, что когда вы чувствуете, что уже вот-вот накричите, да, вы сообщаете детям, я сейчас успокоюсь и вернусь к вам в разговор. Вы даете себе минуту выдохнуть и возвращаетесь в разговор с спокойными. То есть вы помогаете детям увидеть, что это нормально злиться, но своей злостью нужно учиться управлять. И будет неплохо, если в доме появится какой-нибудь, знаете, уголок злости, где есть что-то мягкое, что можно побить, попинать и потом вернуться в диалог. Ирину я знаю, потому что прожили, грубо говоря, 10 лет, знаю то, как она себя ведет, как ее характер, ее надолго может не хватить. Следующее правило. У каждого своя территория. И этот вопрос нам поможет решить дизайнер интерьеров, с которым мы уже встречались. Режим дня – основа дисциплины. Это правило заключается в том, что детям необходим режим для того, чтобы дети могли получать вот те самые берега для неуемной реки своей энергии. Но пока все эти правила кажутся невыполнимыми. Да еще и среди этих правил – режим. Мой ненаглядный, самый любимый. Я так хочу его соблюдать. Правило на месте. Осталось только составить режим дня. Выполнить это задание не так просто. С режимом дня Игнатьевы не знакомы. Что утром происходит? Завтракаем. А вы завтракаете, пока спите? Просыпаем. Просыпаем еще, потом чистим зубы, потом завтрак. Значит, первый пункт – это пробуждение. Если в садик, то надо в семь часов вставать. Девочки, согласны? Нет. Ночью люди не должны просыпаться, играть, а утром спать. Ну кто тебе такой сказал? Я. Есть ли у вас какой-то тихий час? Нету. Нету. Почему? Потому что мы не спим. Это только у мамы есть тихий час. Не обязательно спать во время тихого часа. Тихий час – это когда, например, мама с Варечкой спят, а девочки заняты тихими играми. Что обычно после прогулки? Соня, Даша, что после прогулки обычно, когда домой приходите, прогулялись, что хочется? Беситься. Беситься. Зато честно. Так, ужин во сколько? В семь часов. В семь часов. А отход ко сну? У девчонок? В 7.30 умывание на ночь. Не хочу. Хочу. Вечером процедуры телефон. И отход ко сну? В девять. Супер, в девять. А для Олеси? В 10 или 11? Ну, наверное, 10-11, можно так обозначить. Режим дня, по которому будет жить семья Игнатьевых, составлен. Мне кажется, что отодвигать разговоры с детьми про развод уже дальше нельзя. Словно. Но вы не одна. И тем более, пока Дима здесь, я буду рядом. И мы сможем вместе поддержать детей. Все, готовы. Идем в этот опыт. Девочки наверняка заметили, что папа в последнее время редко бывает дома, да? Мама с папой вам сейчас расскажут, почему это так. Давай. Я даже не знаю, с чего начать. Мы с мамой отдалились и как бы перестали друг другу уделять внимание, которое раньше уделяли. Но здесь вы не виноваты. Здесь ни при чем. И мы с мамой разводимся. Это значит, что мама с папой больше не будут жить вместе. Но это не значит то, что я вас бросаю. Я вас люблю очень сильно. Буду к вам приезжать. И еще папа купит вам снуканты, и вы будете с ним, сможете общаться. Звоните ему. Они будут делать. Мне очень страшно стало то, что я их могу потерять. Потому что я их очень сильно люблю. Надрывается что-то важное. Я начал осознавать то, что буду их видеть меньше. И неизвестно, что будет дальше. Будет хорошо. Я же вас не бросила. Иер, вы можете на самом деле присоединиться. У меня другие напрашивают слова, поэтому я лучше помолчу, ладно? Дима, ты плачешь? А раньше-то где эти слезики были? Сейчас только дошло, что им больно. Ты раньше-то о чем думала вообще? Я не верю ни одному слову, которое Дима сейчас произносит. Предлагаю дать время детям отреагировать. Пообниматься. Честно говоря, мне немного жаль, что Ирина так отстраняется. Видимо, у нее пока недостаточно эмоциональных сил для того, чтобы побыть взрослой в этой ситуации, поддержать детей. Это непростое время для всей семьи. И мне очень хочется поддержать девчонок. Психолог дала семье свободное время, чтобы дети смогли пережить свои эмоции. И теперь, когда девочки готовы, няня собирает всех вместе для встречи с дизайнером интерьеров, которая вернулась с решением, как оптимизировать пространство в детской комнате. Я предлагаю Олесю, для того, чтобы у нее было больше личного пространства, переместить ее с первого яруса на верхний. И для того, чтобы она могла уединиться, когда этого захочется, мы организуем ей балдахин. Круто! А для младших девочек мы поставим стеллаж с коробочками, куда они будут складывать свои игрушки. В итоге у нас будет меньше визуального шума. А визуальный шум, между прочим, является самым настоящим возбудителем нервной системы детей. Слушайте, ну просто браво! Какая красота невероятная получилась! Огромное спасибо! Девчонки, скажем спасибо Насте! Спасибо, пожалуйста! Спасибо! Мне приятно. Все делали, и папа, и Соня, и я. Мы с папой часто кто-то делаем вместе. Третий день работы с семьей Игнатьевых завершен. И няня сделала новые выводы. Сегодня произошло событие, которое разделило жизнь семьи на до и после. Конечно, попадание Олеси в больницу шокировало всех. Однако тяжелейшим переживанием дня стал разговор родителей с детьми о предстоящем разводе. Нужно иметь много смелости, чтобы говорить с детьми на такие деликатные темы. И, честно говоря, я горжусь тем, как Ирина и Дмитрий справились с этой задачей. Ну, раздеть, давай. Все, давай. Закрой штору чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Сегодняшний разговор с дочерьми по поводу нашего развода дался очень тяжело. Очень было больно смотреть на их слезы. Очень жаль, что с нами все-таки не было Олеси. При этом разговоре все равно он важен для нее. И надеюсь, что дальше мы проживем все это так, как договорились. И все будет дальше достойно. Няня Ярослава продолжает работать с семьей Игнатьевых из Нижнего Новгорода. Сегодня их ждут новые задания и практики. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Хочется, конечно, побольше про Олесю узнать, если честно. Что врачи вообще говорят? Ну, пока толком вот непонятно что. Это очень сильно пугает, потому что говорят, что нужно будет проходить дальше специалистов. Давайте позвоним. Пойдемте. Девочки, давайте позвоним Олесе. Да. Камер. О, Олеса. Привет. Привет, Олеса. Как дела? Ты как себя чувствуешь, Олесь? Хорошо. Голос уверенный. Тебе врачи что-нибудь говорили? Пока ничего не говорят. Стой под наблюдением, сдуй анализы. У нас тут для тебя такие сюрпризики. Да. Да. Здоровья тебе, дорогая. Обнимаем. Пока. Все, пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока. Ир, ну я вижу, вы что-то совсем поникли. Беспокоитесь? Ну, конечно. Я вижу, что тревоги очень много. Давайте я вам помогу справиться с тревогой. Мы с вами отдельно поговорим, пока девчонки заняты? Давайте. Хорошо. Пойдемте туда. Я вам сейчас предложу технику. Она игровая, она такая фантазийная, но на самом деле очень действенная. Представьте себе, пожалуйста, что ваша тревога – это такой, знаете, гидрокостюм. И он прям вот вас облегает полностью. И гидрокостюм, он же еще так сковывает движения. Ну, в общем, все, что тревога на самом деле с людьми и делает. И сейчас прям повторяйте за мной. Хорошо? Вот у меня тоже будет тревожный гидрокостюм на мне. Берем руки наши. Вот он тут начинается, гидрокостюм. И мы его начинаем с себя снимать потихоньку. Вот эту шапочку. Она тяжело снимается. Тревога сама, знаете, сразу не уходит. Вот прям снимайте, снимайте, снимайте. Вот так сняли. До сюда плечики расправили. Теперь с одной руки снимаем гидрокостюм тревожный. Снимаю я этот костюм. И с одной стороны, конечно, чувствую себя немножечко идиоткой. Потому что я не верю в это. Но при этом одновременно я чувствую, что он тяжелый. И он снимается тяжело. Ну и, конечно же, стало немножечко полегче. Мы с вами еще сейчас вишенку на торте сделаем. Смотрите. Представим, что у нас вот тут, знаете, висят плащики разные. Плащик уверенности, плащик легкости. Какой хотите? Легкости. Легкости хотите. Ну, хорошо, берите плащик легкости. Прямо вот как будто его забираете с вишеночки. И на себя так надеваете. Вот так вот. Да. Вот так. Так, хорошо в нем? Да. А где легко становится в теле? Вот здесь. Да, я вижу, что у вас даже выровнялись плечи. И улыбка на лице появилась. Как-то забавно из-за этого настроение поднимается. Я никогда в это не верила. Это офигенно. Это, я называю это магией. Закончив практику с психологом, Ирина возвращается к детям. По распорядку дня сейчас время уборки. Я люблю игрушки. Даша, а подметать-то надо откуда? От окна? Ты не умеешь подметать? Ира, вот здесь вот, как вам кажется, сильно захочется помогать, если будут говорить на каждом шагу? Ну, откуда надо подметать-то? Что, не умеешь подметать, что ли? Ну, видите, самое смешно. А на самом деле неприятно. Вы можете ласково напоминать. Даша, вспомни, пожалуйста, откуда мы начинаем. И Даша точно вспомнит. Дашуль, вспомни, откуда мы начинаем и как мы метем аккуратно. А Соня, вот, может поднять зарядник. Получается. Я редко прошу помогать Соню и Дашу. Я считаю, что все сделают быстрее. Но это надо терпение, чтобы подождать, когда они сделают что-то. Видимо, его нет. Даша, Даша, не надо. Ты чего? Пань. Ну, ты что делаешь, Даша? Ты метешь. Пань. Ты что, не нельзя так делать? Вот смотрите. Ир, вспоминайте, пожалуйста, правила. Да? Девчонкам явно уже сложно находиться рядом друг с другом. Значит, им нужно помочь взять тайм-аут. Да. Брать тайм-аут нужно, находясь в разных местах. Девочки, вы не можете вместе находиться? Молодец! Нет, вам тяжело. Такой она не получается. Вы задеваете друг друга. Вам нужен тайм-аут. Пойдем, разойдемся по разным уголочкам. По разным местам. Вот, молодец. Сонечка, тут посиди, да? Займется своим делом. Нет, наверх, значит. Ну, хорошо, да. Плащик легкости просто был разорван Дашиным веником. И какие тут правила в эту минуту? Не знаю, как о них вспоминать. Ирина наблюдает за конфликтом Сони и Даши. И по большому счету ничего не делает. То есть не помогает им. Она, конечно, говорит им, успокойтесь, успокойтесь. Даже пытается угрожать. Но это все не помогает детям научиться конфликтовать. И договариваться. Нужны модели поведения. А как девчонки вообще себя чувствуют после разговора вчерашнего? Плохо они. Но к утру вот стало получше. А на ночь они все равно папа-папа. Я вам предлагаю пока уложить варюшку. А я с девочками позанимаюсь. Я кое-что для них приготовила. Хорошо. Хорошо? Для того, чтобы вы могли сами определять, когда придет папа, я вам принесла кое-какой сюрприз. Такую вещь специальную, по которой можно смотреть дни. Как эта вещь называется? Ответ календарь. Конечно. А через сколько дни приедет папа? Сегодня 22-е. Каким фломастером вы хотите? Сейчас вместе нужно решить, какого цвета вы хотите, чтобы вы... Как солнце. Как солнце, желтенький. Я тоже хочу обвести. А попробуйте договориться обводить по очереди. Сейчас нужно сказать, Соня, давай обводить по очереди. Давай обводить по очереди. Давай, я отверну. Да, суефа. 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 Прямо можно, да, его закрашивать. Соня, ты долго, я буду просто застать. Не тряси, пожалуйста. Остальную часть закрашивает Даша. Посмотри. Сразу видно, что это будет праздничный день. День, когда придет... Да-да-да. Да-да. Надо еще подкрасить салютов, и будет праздник. Календарь, который мы делали вместе с няней, он мне понравился. Теперь я знаю, когда будет приходить папа. После тихого часа семья отправляется на прогулку. Соня, поехали на площадку. Поехали. Сейчас уже за тебя... Мама. Да. Ир, вспоминайте, пожалуйста, про правила. В такие моменты, Ир, вы можете давать социальные модели поведения, примеры. Как мы помогаем девочкам договориться? Надо сказать, что не надо так делать. Ир, вы можете говорить, Даша, ты дернула, чтобы она быстрее пошла? Повторяйте. Даша, ты дернула, чтобы она быстрее пошла? Нет, потому что если она остановится, мы пойдем домой. Подойди, пожалуйста, к Соне и скажи, Соня, прости, пожалуйста, я волновалась, что мы не успеем погулять. Прости, пожалуйста, я волновалась, что мы не успеем погулять. Сонечка, готова Дашу сейчас простить? Да. Мы сейчас едем вперед и не зацепляем друг друга, не задеваем. На словах, конечно, эти правила произносятся прекрасно. Но на деле, когда что-то вот такое случается, я в первую очередь психую. Ну и в этот момент чувствуется просто, что в этом виновата я. Помните, мы говорили уже о том, как важно давать девчонкам прожить их чувства по поводу того, что папа теперь живет отдельно. И для этого нужно создавать события, которые помогут девочкам чувствовать постоянную связь с папой. Я знаю, что у вас есть цветные мелки. Есть мелки? Да. А давайте папе нарисуем какое-нибудь послание здесь цветными мелками. Что можем написать? Папа, мы... Тебя любим. Папа, мы тебя любим. Мы любим. Видите, через творчество дети могут выразить свои чувства. В смысле папа? Я их по икорам не одеваю, а они рисуют папа. Важно разделять мои чувства к этому человеку и чувства детей. Вот когда у родителей получается это делать, тогда развод проходит более мягко. Я обратила внимание, что девчонки вчера, правда, очень грустили после разговора с папой. Для того, чтобы переживания девочек можно было направить, знаете, в конструктивное русло, необходимо создавать общие дела, которые помогут девочкам выражать свою любовь. Итак, сейчас я предлагаю в качестве такого объединяющего занятия испечь пирог, шарлотку. Кусочек этого пирога вы оставите для кого? Для папы можно оставить, да? Да. Приготовите вместе шарлотку? Да. А мама вам поможет. Самый лучший вариант – это отвлечь детей интересным занятием, ну и порадовать им самым. Папу. Я же не зверь какой-то. Вот. Я люблю вообще помогать, готовить там. Я люблю, кроме уборки. Они проявляют такую самостоятельность. Они настолько стараются, они пытаются сделать то, что я считаю, что как будто бы они этого еще не могут. Это очень приятно, это придает очень много сил, ну и радости бесконечной. Смотрите, какая шарлотка у вас получилась. Предлагаю взять пример Соне и всем попробовать по кусочку. Первый день жизни по новым правилам семьи Игнатьевых подошел к концу. Няня Ярослава прощается с Ириной и девочками и готова поделиться своими наблюдениями. Жизнь по новым правилам дается Ирине нелегко. Она все еще держится за старые модели поведения, ну потому что они проверенные и надежные. Однако перемены не за горами. Когда Ирина четко и внятно ставит задачи, Даша и Соня находят компромиссы, завершают споры, слушают маму. Наконец-то я увидела, как дети слушают советы няни, как они им следуют. Это очень сильно удивляет. И они могут быть самостоятельными, просто нужно их привлекать чаще. Сегодня у Игнатьевых запланирована самостоятельная работа. Но няня Ярослава решила провести этот день с семьей. Сегодня по плану вообще-то у вас должен был быть день самостоятельной работы. Но ввиду того, что сейчас у семьи такое эмоциональный накал и состояние развода, я подумала, что в этот день я все-таки останусь с вами. Спасибо большое. Да всегда пожалуйста. Ир, а вы Олесе-то звонили уже? Ой, нет еще. Вот сейчас, наверное, самое время. Вот, видите, как я вовремя. Пойдемте позвоним. Алло, мам. Привет, Олесечка. Привет. Как у тебя там дела? Ну, вообще не лучше. У меня ОРГ. Ну, типа пять дней еще подерживают, там посмотрят. Просто сказали нос промывать и воду какую-то принесли. Все обязательно делай то, что говорят, ладно? Угу. Олесь, ну, может быть, мы к тебе приедем? Нет, вас ко мне не пустят. Это инфекционная больница. Сюда максимум передачки год принимают, и все. Тогда там чего-то происходит, по-моему, бежать нам пора. Ладно, Олесе, я тебе еще позвоню, ладно попозже? Все, давай. Ир, я, честно говоря, не перестаю поражаться тому, какая вы чуткая мама. Олеся все еще в больнице. Игнорировать этот факт невозможно. И это тот самый момент, где не нужно сохранять правила ради правил. Да, у нас сегодня самостоятельный день. Но я не буду оставлять семью в такой сложный момент. Девочки, это что такое? Тише, 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 тише. Тихо, тихо, тихо. Расходимся. Ты ко мне. Вот, тайм-аутер. Похоже, не получается справляться со своей злостью. Для того, чтобы получалось сдерживаться, и можно было выплескивать свои эмоции конструктивно, нужно все-таки сделать уголок злости. Нужна коробка, газеты, пупырчатая пленка и коврик. Есть одно золотое правило. Детям не нужно ничего запрещать. Детям нужно показывать, как можно. Это правило касается и темы выражения чувств и переживаний. Как понять, что вы злитесь? Так, что мы деремся. Да, вот такие. Чтобы вы друг друга кулачками не били, берем каждое по кусочку газеты. Вот прям вот так его хочется. Ой, как злишься. Ой, вот так, вот так. Ой, и вот сюда все. Да, вот так вот. Вот здорово. А теперь еще можно встать на коврик и потопать ногами хорошенько. Ох, как злюсь. А еще можно брать, пожалуйста, тебе и мне кусочек, чтобы показать. И прям вот так вот тоже сильно ручками сжимаем, сжимаем. Вот прям, чтобы слышать. Ой, ничего себе, Зоня. А сейчас встали, почувствовали свою, как ручки себя чувствуют. Легко чувствуют себя. Да. И улыбки вижу уже на лицах. Это значит, злость прошла. Да? И можно даже обняться, когда позлился. Да, можно обняться. А мне понравилось. После уголка в злости выходу доброе. Сегодня Дмитрий снова присоединился к семье. Он взял выходной на работе, чтобы провести еще один день с детьми и получить новые рекомендации от няни. А-а-а-а! А-а-а-а! Хорошо! А, подарочки принес? Какие? Какие? Откраски. Выбирайте, кому какую. Пришел отец молодец. Мне пора в уголочек злости. Прямо сейчас. Срочно. А у нас для тебя тоже подарок. Какой подарок? Та-дам! Это для... Ай-яй! Для Олеси. Попробуй кусочек. Можно, да? Да. Ой, давай. Вкусно? М-м-м, какой вкусный. Иди поцелуй. Очень приятно. Не каждый день такое. Я заметил тоже, что девчонки стали поспокойнее. Меньше шуметь, больше слушать. У Даши прекратились крики. Во время тихого часа няня Ярослава приглашает родителей на беседу. Пока вы оба здесь, я не упускаю возможности обсудить с вами еще одну важную тему. Это тема взаимоотношений с Олесей. Ну, я понимаю то, что 14 лет. Гормоны, переходный возраст. Но она очень много переговаривается, дерзит и грубит. Она не молчит. Имеет свое слово. Ну, он считает, что она должна молчать. А она раз и ответит. Я не сказал то, что она должна молчать. Она может отвечать, пожалуйста, но не таким тоном. Олеся знает то, что Ирина постоянно ее будет защищать. Да. И специально начинает провоцировать. Если вы замечаете, Ир, что уже не сдерживаются ни Олеся, ни Дима. В этот момент вы нужны не как спасатель Олеси, а как помощник для Димы. Вы нужны для того, чтобы сказать, «Дим, давай вспомним, сейчас нужно остановиться и тебе, и ей». Здесь важно, чтобы вы сами перестали видеть друг в друге агрессоров. Ну, пусть перестанет им быть. А он ими не является. Он просто заводится быстро. Ир, я понимаю, что у вас тоже есть уже образ Димы как агрессора. Но если вы будете цепляться за этот образ и не дадите Диме шанса на то, чтобы, ну, побыть в какой-то другой роли, то все продолжится. Не ждите, что перемены начнутся с кого-то другого. Перемены начинаются с каждого из вас. Нужно убирать вот эту игру в треугольник, в котором Олеся жертва, Дима агрессор, а вы спасатель благородный, прилетели в плащики. Я верю в вас как взрослых людей и в то, что у вас есть ресурс. И мне бы хотелось, чтобы вы сами в себя тоже поверили. Давайте вы попробуете дать шанс себе и Ире на то, чтобы здесь объединиться. Так хорошо. Ну все, договорились. Давайте на этом и остановимся. Я слышу, Варюшка уже заходится, просто плачет. Дим, поможете? Потому что мне с Ирой еще нужно договорить. Да, хорошо. Для Ирины няня подготовила терапевтическую практику, направленную на то, чтобы помочь женщине справиться с трудностями завершения брака. Мне хотелось бы предложить вам упражнение, которое поможет почувствовать в себе силы идти дальше. Будем идти путь. Только метафорически, в этой комнате. Это точка вашей жизни, вот вы в ней прямо сейчас стоите, которая называется «сейчас». И сейчас, когда вы сделаете один шаг, осознавайте, что вы тем самым сейчас уходите из брака. Он завершается. Делаем шаг. Это точка, где все уже точно закончилось. Как вы себя здесь ощущаете? Какой себя чувствуете? Краснеть, Ир. Обидно. Обида растет. Как так? Как же так? Где-то там, наверное, во Вселенной заложено просто, что я не заслуживаю ничего хорошего. Да, со мной что-то не то, раз со мной это произошло. А что именно с вами не то? Все, наверное. Прям все? Даже мама говорила, надо было сделать его. Вот откуда? Я в таких ситуациях сразу вспоминаю, типа, вофиг я зачем? Тогда девочка Ира узнала, что она не нужна. И где-то во Вселенной произошла ошибка, что она родилась. И раз уж родилась, то ничего хорошего ее не ждет. Вы часто говорите про детей, а вы ведь тоже были ребенком. Девочка Ира, какая она? Как собака на улице. Болтается, болтается. Кому нет дела? Если бы вы сейчас могли поговорить с той девочкой, которой вы были, могли бы ей сказать что-то важное, что ей важно услышать, этой девочке? Ты имеешь право жить. Ты имеешь право быть счастливой. И вот это послание, что, наверное, мне не суждено, нужно оставить в прошлом. Знаете, представьте, что вы сейчас в светлое будущее идете за ручку с этой маленькой Ирой. Да, я побуду за нее. Скажите мне, пожалуйста, маленькой Ире сейчас вот эти важные слова. Ты достойна жизни, достойна счастья. Мама говорила, что я ошибка. Нет. И мне радоваться можно? Да, нужно. А я что, тебе нужна? Ну да. Ты меня с собой берешь? Можно, идем? Да. Ну давай. Даете себе шанс на будущее? Да? Можно вас обнять? Да. Ир, не сомневайтесь. Спасибо. Вы замечательная мама. И девочка, которой все можно. Спасибо. Дорогие родители, пожалуйста, следите за тем, что вы говорите своим детям. Ведь это может оказаться как такой, знаете, счастливой путеводной звездой для ребенка, так и дорожкой в очень тяжелые переживания длиною в жизнь. Вечером няня услышала, как Дмитрий обещает девочкам прийти завтра и провести с ними время по новому графику и правилам. Ярослава приняла решение предоставить Игнатьевым утро для самостоятельной работы. Завтра я предлагаю вам пойти погулять всей семьей. И во время этой прогулки, ну, если вдруг так произойдет, что девчонки будут ругаться или ссориться, предложите им поиграть. Например, они не хотят уходить с площадки, говорят, мы еще хотим. Предложите им не просто уходить, а, например, прыгать на одной ножке или идти только по бордюрам вместе. Если что, берите этот советик, он вам завтра... Пожалуйста, он вам завтра поможет. Все, до свидания. До свидания. Пятый день работы няни в семье Игнатьевых подошел к концу. И она готова подвести итог. Благодаря работе с Ириной мы поняли, как случайно брошенные родителями слова сквозь года могут влиять на самооценку взрослого человека. Именно поэтому я посчитала необходимым научить родителей говорить с детьми. Надеюсь, что им хватит сил внедрить полученные знания в жизни. Ну, этот день дал много пищи для ума. Особенно после разговора про общение с подростками. То, что Ярослава посоветовала начать именно с себя. Когда сказал психолог, начни с себя, Дима слушает, а когда Ира говорила, Дима не слушал. Потому что психолог... Бесит это. Она объяснила пошагово, как и что, из-за чего, а не как ты это делаешь, криками, руганью и упреками. Сегодня день в семье Игнатьевых начинается без няни. Родители организуют жизнь по новым правилам самостоятельно. Пока Варвара спит, покушаем с вами. Даша нарезает сыр. Соня кладет печенье. А я тебе порежу колбаску, да? Можно? Нет, я! Ой, хозяйки, хозяйки. Кто это? Ну, бутербург, иди. Мишка. Давай, кусай Мишку. Это тебе? Мне? Ой, спасибо. Спасибо. Мы режем. Конечно, это страшно, но мы режем. Это сыр, колбасу, все делаем. И еще при этом я только за этим наблюдаю. Они делают все сами. Лучший завтрак в моей жизни. К прогулке присоединился Дмитрий, чтобы выполнить задание няни. Девочки, давайте успокоимся, поиграем в игру. В какую игру? Ну, помнишь, нам Ярослава говорила? Например, вот мы пойдем здесь, а там, туда нам будет нельзя идти, только по краешку. Лава! Лава! Соня! Пап, там лава. Там лава. Надо тихонечко, осторожно. Это лава, папа. Осторожно. Да. А ты сгорел, так и монстр. Папа сгорел. Медленно. Папа рядышком вас будет хитя охранять. И вон те ступенечки преодолеваем в три прыжочка каждую. Сможете? Да. Давайте. Удалось добиться такого эффекта, чтобы более-менее их контролировать. Прям очень приятно. Здравствуйте! 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 Ну что, как прошел ваш самостоятельный, ну, половинка самостоятельного дня? Очень здорово. Все как-то вот легко стало договариваться. Ну, во-первых, мне вот очень понравилось, как у вас прошел завтрак. Я, честно говоря, Ирина вас даже не узнала. А еще прогулка. На прогулке получилось превратить сопротивление девчонок в игру. Дисциплина не так уж и плоха порой, правда? Конечно. А вот интересно, как у Олеси дела? Вы сегодня ей звонили уже? Нет, еще не успела. Мне кажется, самое время позвонить. Пойдемте. Привет, Олеса. Привет. Как себя чувствуешь? Нормально. Тебе что-то нужно? Что-нибудь привезти? Мы тебя ждем все дома. Хорошо, хорошо. Олесе поставили диагноз ОРВИ, а причиной обморока оказалось падение сахара на фоне общей слабости. Лечение проходит хорошо, и скоро девочка поправится. Олесе выпишут домой уже на следующей неделе. Еще Ирину сегодня ждет завершающая часть терапии. Часто ведь, знаете, как думают, что если светлое будущее, если новая жизнь, то все, с чистого листа. Из прошлого ничего не беру, мне ничего оттуда не надо. Я вижу, как вы киваете. Похоже, читаю мысли ваши, да? Все-таки вы уже человек с опытом. И вот этот опыт я хочу предложить вам сегодня собрать в такой метафорический чемодан. Есть чемоданчик? Давайте. Что бы вы хотели взять с собой в новую жизнь чисто метафорически? Мудрость. Она точно присутствует за годы материнства и брака. Да. Что будет символизировать мудрость? Ну вот дракончик возьму и тогда. Собираю я этот чемодан и чувствую, насколько это все символично. И оказывается, в моей жизни есть что-то хорошее. Это моя заслуга. Это, блин, так оказывается приятно. Что вот еще можно... Терпение. У нас будет это. Терпение, которое будет освещать пространство. Что еще можете взять с собой вот в новую жизнь? Доброту, заботу. Да, это все пригодится, конечно. Как это символично. Это же что-то действительно такое очень теплое. Приходит еще что-нибудь в голову? Красоту. Вон там у меня весенада. Точно? Чуть мы в светлое будущее. Не с гулькой на голове же быть. Конечно. О, кремушек. Кладите его с собой. Итак, уже посмотрите, как много всего берете с собой в светлое будущее. Точно не с пустыми руками. С таким-то чемоданом приятно в будущее идти? Ну да. В этом чемодане кое-чего не хватает. Няня знает, что Ирина давно не работает, но увлекается маникюром и хотела бы превратить свое хобби в профессию. Ярослава решила помочь ей и сделать подарок, который поможет Ирине развивать ее мастерство. Это аппарат профессиональный, который, я думаю, сослужит вам верную службу в новой жизни. Красоту. А то, что в этом пакете поможет вам, Ирина, идти в вашу новую жизнь с новым взглядом на себя, на свою красоту, на свою женственность. Примерьте, пожалуйста, этот образ. А моя помощница Анастасия, визажист, поможет подчеркнуть вашу естественную красоту. Первый раз и последний раз в моей жизни был профессиональный макияж. На свадьбу все. То есть это для меня неописуемое количество внимания. Это все была моя радость, моя сказка. Ира, выходите к нам. Смотрите, какая мама. Ресницы поменялись, волосы, костюм. Все поменялось. Я хочу, чтобы мама всегда была такой красивой. Ну, в честь этого запускаем мыльные пузыри. У нас с вами настоящий праздник. Ну, а на этой прекрасной ноте я вас оставляю. Дима, помните, пожалуйста, про наши договоренности и правила. Не забывайте, они очень важны. Ну, а вы, Ира, любуйтесь, наслаждайтесь собой. И помните, что прекрасное будущее не так далеко, как кажется. Также няня дала Игнатьевым рекомендации, как вести себя с Олесей после выписки. Няня советует не нагружать подростка ответственностью за поведение младших сестер. Ведь Олеся сама еще ребенок. Разрешить ей самостоятельно распоряжаться личными вещами и пространством в обновленной комнате. Выделить полчаса в день для разговоров наедине мамы и Олеси. А в случае конфликтов не повышать голос. Решать проблему совместно. Больших усилий стоит расстаться как пара, но сохранить отношения как родители. Ирина и Дмитрий находятся в стадии острого конфликта. Но я увидела, что ради своих детей они готовы идти на компромиссы и переступать через собственную гордость. Ведь в этой семье любовь к детям – фундамент отношений родителей и дочек. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова